Нестандартные идеи. В «Газпромнефть» в «Ноябрьскнефтегазе» стартовал конкурс в сфере интеллектуальной собственности. Впервые конкурс проводился в 2002 году, и за 10 лет количество участников выросло в разы. Ведь такие конкурсы – это прекрасная возможность заявить о себе и внести свой вклад в развитие общего дела. За годы существования конкурс значительно окреп, увеличилось количество номинаций, вырос призовой фонд и обновился состав участников. Как правило, на одном проекте сотрудники не замыкаются, у них каждый год появляются новые идеи, которые они готовы представить на суд профессионалов. Конкурс у нас проводится с 2002 года. На начальном этапе конкурс был по одной номинации и очень, скажем, ограниченным только в направлении добычи. Поэтому сейчас, на протяжении вот этих 10 лет, была совершенствована сама система, процесс вознаграждения. И сейчас у нас номинации 6, даже 8, но по двум направлениям. Это в аппарате управления и среди персонала цехового. Руслан Шакуров будет участвовать уже во второй раз. В прошлом году он презентовал свою идею, как с помощью современного оборудования избежать разливов нефти на трубопроводах. Чему будет посвящена работа этого года, Руслан еще не решил. Мыслей очень много. В процессе нашей производственной деятельности, вне зависимости от должности, мы всегда сталкиваемся с проблемами, задачами, которые нужно решать. Порой в голове рождаются замечательные идеи, которые могут решить эту проблему. Это не обязательно какой-то ноу-хау или изобретение. Может быть, идея применения существующих технологий или материалов, которые пока в нашей компании не применяются, мы могли бы стать решением насущных проблем. К слову, порядка 90% инновационных предложений затем находят свое воплощение на производстве. К таким относится проект Александра Смолина, чья идея применения деэмульсаторов для снижения линейного давления в промысловых трубопроводах успешно реализуется на отдаленных месторождениях. Вот этот конкурс интеллектуальной собственности, он уникален тем, что он дает право и возможность любому сотруднику, любому подразделению, цеху, неважно какой должности, можно на бумажке написать карандашом свою идею, и она найдет своих слушателей, найдет, скорее всего, свое применение. Помимо того, что участники конкурса могут и наблюдать результаты своих трудов на производстве, все победители и призеры получают солидное денежное вознаграждение. В этом году общий призовой фонд составил полтора миллиона рублей. Кроме этого, авторы лучших проектов смогут в дальнейшем принять участие в окружном, областном и общероссийском этапе конкурса в сфере интеллектуальной собственности. Оксана Балуна, Оксана Зайчукова, Виталий Харченко. Новости нашего города.